Василий Яицкий Василий, давайте начнем с того, почему вообще вы решили принять участие в этом конкурсе. Какая была мотивация? То есть, было просто интересно попробовать силы? Или вы понимали, что на текущем уровне достигли всего, чего могли, и дальше нужно как-то принципиально уже вперед двигаться? И решите сначала поздороваться с нашими телезрителями, с нашими горожанами. Всем здравствуйте. Спасибо, что пригласили меня сегодня в студию. Почему я решил принять участие? Как всегда, наверное, это несколько причин, мотиваций, интерес человеческий. Что это такое? Насколько это серьезно? Насколько это правда? Насколько я могу? Сумею ли я пройти? До какой стадии? Как далеко? Какие мои внутренние компетенции? Взгляд со стороны не как ты себя сам ощущаешь. Это тоже очень важно. Но очень важно, чтобы посмотреть со стороны, сверху, с каких-то позиций, чтобы тебя кто-то оценил и дал тебе обратную связь. Это всегда нужно делать. Любому человеку на любой позиции. Вы ведь принимали участие не в первый раз. Не в первый раз. В том году вы дошли до полуфинала, если я правильно понимаю. Я практически до полуфинала дошел. Я срезался на управленческом тесте. Его сильно переделали в этом году. Но поскольку, во-первых, я запнулся, и мне было непонятно почему, этот вопрос остался. Соответственно, его нужно было преодолеть. Таких ситуаций в жизни у меня было несколько. Когда я что-то не доделывал, а это всегда, знаете, с точки зрения какой-то ментальности, с точки зрения какого-то внутреннего самоедства, всегда это отрывает какие-то силы, эмоции. Анализируешь. И поэтому лучше такие вещи преодолевать. То есть делать выводы и идти вперед дальше. Но достигая той цели, которую ты не смог взять с первого раза. А как вы готовились? Это же не экзамен, где есть контрольно-измерительные материалы, учебники, программы, в конце концов. В целом понимание было, что будут вопросы о культуре России. Это кинематограф, это театр, это история, это литература. И поэтому приходилось вспоминать, какие-то фильмы я просто не смотрел в своей жизни ни разу. Я, естественно, не пересматривал, но кто главный режиссер, кто главные герои, вот это приходилось как бы вот в это окунаться и еще раз все это прочитывать, пролистывать. А самое сложное, наверное, для меня, это были такие математические тесты, где нужно было составлять пропорции. Вроде бы школа, ну я как-то хоть и физмат-лицей учился, но... Вы историк по образованию, насколько я понимаю, вам это проще. Ну да, но я себя все равно гуманитарием больше ощущаю, хотя считаю это я хорошо. Но вот быстро схватывать специфическую информацию, когда у тебя несколько разных диаграмм, диаграмм таких, которые не нужны. Они специально даны, чтобы просто твое внимание рассеивалось, чтобы ты запутывался. Проверять твое умение, вычленить нужное. Да, да. Но когда ты работаешь по одному и тому же алгоритму, когда ты понимаешь, что вот здесь вот именно так надо делать, то прорешивая 10, 20, 30 заданий, ты уже начинаешь этот навык оттачивать до автоматизма. И, собственно говоря, вот это вот отточить до автоматизма и потом очень быстро, в короткий промежуток, там же все на время, быстро выдать правильный ответ из разных вариантов, которые тоже сильно запутаны, они все приближенные. Тут не угадаешь, но угадать не получается. Тут четко нужно считать, четко нужно попадать в десятку. Я, кстати, сам, интересно, ради пытался их решить. И вот это вот требование решить в строго определенное ограниченное время, оно меня немного смутило. Потому что, казалось бы, некоторые вопросы требуют более длительного размышления. Вот вы работали в правительстве Тульской области. Вот вам в работе приходилось в таких ситуациях быстро разбираться в проблеме и принимать решения? Когда ты работаешь на руководящих должностях, когда от того решения зависит, как будет развиваться коллектив, получит ли не получит вовремя финансы или иные ресурсы на любое мероприятие или любой проект, необходимо быстро принимать решения. Вы знаете, даже сейчас есть такая общепризнанная теория, что лучше принять неверные быстрые решения, чем не принять никакого. Или думать очень долго, потому что время уходит. А здесь вот необходимо еще и правильное решение принять. Поэтому на каком-то, может быть, интуитивном, подсознательном уровне, где-то, говорю, довести все до уровня навыка автоматизма, полусознания, вот уметь выходить, абстрагироваться, смотреть со стороны, и все это делать очень быстро. Вот это вот именно эти тесты именно на это. И еще все это параллельно должно работать со стрессоустойчивостью. Если ты начинаешь нервничать, если ты начинаешь сомневаться, то, как правило, все это придет к неправильному решению. Или эмоциональному решению, что тоже не очень хорошо. А вы вообще от природы смекались, ты человек, или это все вырабатывалось? Ну, как и любой другой навык. Ну, не знаю, но само детство, оно, наверное, было такое. Оно было конкурентное очень. Я из многодетной семьи, вот, и вы знаете, у нас там есть дача, то есть мы с детства работали, своими руками что-то делали. А потом же наше советское какое-то детство, когда был дом пионеров рядом, когда мы ходили в разные кружки, секции. Все это прививало разные абсолютно навыки. Поэтому вот сейчас учинг, да, очень важная такая компетенция, то есть уметь быстро переучиться и учиться. И вообще вот, если чуть-чуть отвлекаясь, тренды такие, что все, что мы знали до сегодняшнего дня, оно очень быстро становится неактуальным, потому что нужно менять несколько работ за время твоей какой-то карьеры. Нужно быстро менять и приобретать новые навыки, новые компетенции. Сейчас все это настолько актуально, потому что меняется все. Уметь работать с объемом большой информации, уметь работать быстро, это очень важно. Да, с детства я, наверное, скажу, что я считал себя довольно-таки смекаристым человеком. Мне это пригодилось. Но я думаю, все равно это умение развивалось и оттачивалось в ходе работы, как и любое другое. Ну, наверное, да, потому что я занимался разными вещами в жизни. И если вспомнить Саров, я продавал газеты «Городской курьер». Я помню, что мог продать тысячи три за день. Это когда на велосипедах ездили? Такой рекорд был. Нет, я стоял в магазине «Дружба», и за 15 копеек, как я сейчас помню, у нас был с редакцией договор, там сколько-то, одна или две или три копейки оставалось с газеты «Нам», была такая прямая мотивация, заинтересованность. 1992-1993 год в редакции газеты «Город Н», помню, работал. В Ивнееве даже какое-то время поработал, совсем чуть-чуть, в лаборатории 15. Но все это давало понимание, как работают разные структуры, как работать в разных организациях, мелких, больших. Ну, а потом уже работая в Нижнем, когда крупные коллективы были. Все это, конечно, пригождается. Вообще весь такой опыт пригождается. В этом плане те сегодняшние детки и мои свеженькие родители, у которых есть дети, которые их отдают и заставляют, когда дети там взять, не хочется, у меня самого китрова детей, и не все хотят ходить туда или на какие-то кружки, секции. Все это, вот я им рассказываю свой жизненный опыт и говорю, что обязательно все это пригодится. Любое ваше умение, любой ваш навык, он обязательно в жизни, он не пропадет никуда. А у вас родители опинарили или вы сами проявляли инициативу? Да вот на чеканку нас родители завели или даже на балет. Вы знаете, мы в балет ходили с братом. Ну, быстро мы оттуда, конечно, полмесяца мы оттуда слиняли, подрали, что ли, не помню. И в чеканке тоже подрались. А вот художественную школу и я, и Александр доходили с удовольствием, 7 лет. И тут даже родителям не пришлось как-то, вот с удовольствием ходил. В спортивную школу тоже я по баскетболу ходил, и в футбол играл, тоже с большим удовольствием. Кстати, Василий, вот у вас очень богатая трудовая биография, вы работали и в частных структурах, и в государственных учреждениях. Вы уже взрослый, состоявшийся человек. Вы сделали для себя выбор, что вам ближе? Частная деятельность или государственная? Ну, выбор мы делаем всегда, каждый день здесь и сейчас, и никто не скажет, какой выбор можно сделать завтра. Конечно, профессиональную траекторию нужно выстраивать сознательно, не спонтанно, основываясь на том базисе, который у тебя есть, на тех желаниях, а самое главное, осознание какой-то своей миссии и цели. Ну, еще второй момент, наверное, надо прислушаться к внутреннему я и понимать социальную значимость той цели, которую ты себе ставишь. Тогда ты будешь счастливым, а если ты счастлив, делая профессионально то, что ты делаешь на работе, ну, тут уже остается только пожелать счастья в семье, и человек состоялся полностью. Это будет полноценная личность, которая будет гармоничная, целостная и будет приносить пользу себе, обществу, государству, семье, что очень важно. Ну, таких людей, может быть, не так много вокруг, по пальцам пересчитать, но это люди счастливые. Поэтому хочется вот в этом плане пожелать всем осознания, свои внутренние цели, внешние цели и быть вот внутренне целостными, счастливыми людьми. Сильная личность, которая ведет за собой людей, которая верит в свою идею, заражает этой верой. А это все очень чувствуется, знаете, на уровне флюидов, интуиции, на подсознании. Люди видят, когда человек, глаза горят заряжены, за таким идут. Ну, это вот и есть лидерство, это и есть лидеры. Василий, возвращаясь к конкурсу, вы прошли самые тяжелые, наверное, тесты, попали уже во вторую часть, которая проходила в Нижнем Новгороде. С чем пришлось столкнуться там? Ну, там уже, если ты во время первых этапов, ты, твой компьютер, мышка, монитор, тебя ничто не отвлекает, то здесь уже собрались люди, твои конкуренты, твои коллеги, примерно одного с тобой уровня, потому что они уже прошли эти отборы. И здесь начинается очный этап, когда вас соединяют команды, и команды эти меняются, то есть это каждый раз новые люди. И нужно найти с каждым человеком, выстроить какую-то коммуникацию, эмоциональную связь, чтобы он тебя слышал, ты его слышал, чтобы у вас это взаимное уважение прошло. И когда, знаете, обмениваются люди своими мнениями, своими убеждениями, начинают доказывать друг друга, чтобы это все не переверосло в какое-то противостояние и конфликт. Потому что только на конструктиве, на позитиве взаимного уважения можно принять совместное правильное решение услышать друг друга. И все это, опять же, очень быстро, потому что любое задание, которое было дано в группах, оно также шло на время. Причем условия, фактически ты даже не успеваешь дочитать, ознакомиться со всей информацией. Либо ее дают одну треть от реального блока, и об этом прямо-прямо говорят, что у вас только одна треть, и нужно успеть обменяться с коллегами, или вообще ее не дают вообще, нужно что-то додумать. И опять же, какое-то решение правильно принять. А потом эти команды оцениваются уже между собой, как они сработали, насколько степень твоего влияния была в этом коллективе, насколько ты смог проявить лидерство, насколько ты смог не заглушить собой других. Вот это тоже очень важно. Многие не остановали, думали, что надо сейчас немножко психологически натянуть одеяло на себя. Прям как что-то никогда. Перебивая друг друга, жестикулируя. Там, конечно, все было, и это тоже, и эмоции включались. Но всегда нужно себя какие-то моменты останавливать, дать сказать другим. Когда тебя критикуют, не отвечать на критику в ответ, просто потому, что тебя покритиковали. Прислушаться, какое-то зерно из этой критики вынести разумное, согласиться с чем-то. Такой бешеный ритм работы, я так понимаю, был бешеным. Да, вот всегда, когда ты выжимаешь, когда ты делаешь какое-то дело, ты не обращаешь внимания ни на, как говорят, ни на обед, ни на ужин, ни на поесть, ни на поспать. Ты выкладываешься. Ты выкладываешься эмоционально и выкладываешься интеллектуально. А вы знаете, что львиную долю, особенно когда мозг работает, всей энергии приходится на подпитку мозга. Вот после трех дней такой работы, ты, конечно, не успеваешь восстанавливаться, когда у тебя есть время. Тем более, как правило, это время вечернее, когда уже после девяти вечера нас освобождали, мы начинали общаться, потому что нужно было хотя бы познакомиться чуть поближе с людьми, потому что, как правило, это очень интересные люди. А поскольку вся жизнь — это встреча, встреча с интересными людьми, это общение, это разговаривание. И в управлении что же разговаривание? По-другому управлять нельзя, только путем разговаривания. Многим поэтому кажется, что это очень хорошее дело. Да. Почему чиновники совещаются? Они разговаривают. Только так можно какое-то решение, обменяться информацией, прийти к какому-то решению, которое нужно потом исполнить желательный срок. Так вот, мы не успевали восстанавливаться, мы не досыпали. И вот после того, как закончился полуфинал, и такая ситуация была в финале, такое опустошение, и два-три дня ты как будто вылетаешь. У меня такое дежавю было, когда избирался депутатом городской думы в Сарое, когда я обошел практически по три раза каждую квартиру, ну как бы не секрет, вот я ногами делал выборы, я когда победил и избрался, я заболел. То есть это была просто реакция организма на вот это вот истощение, нужно было просто полежать и восстановиться. И вот такая же ситуация была практически у всех, с кем я не разговаривал, то есть все были настолько истощены эмоционально и интеллектуально, что нужно было просто два-три дня, чтобы как можно меньше людей тебе звонило, чтобы тебя никто не трогал, чтобы можно было просто полежать и восстановиться. Василий, еще один момент, конкурс лидера России подвел под один знаменатель разных ребят, и тех, кто работает в государственных организациях, и тех, кто работает на частной ниве. Ну вот ваш коллега по конкурсу, Роман Биагон из Нижнего Новгорода, это вообще ведущий мероприятий. Вот как вы считаете, вот такие люди в команде в одной могут работать? И насколько себя показывают такие союзы? За такими союзами будущее управленческое. Только те команды, которые сбегаются быстро, как пазлы складываются, с разными компетенциями, с разным жизненным опытом, с разным творческим потенциалом, с разным эмоциональным зарядом, только такие команды могут быть эффективнее, чем просто какие-то организации классические, структурные, вертикально выверенные. Такие организации всегда проигрывают однозначно вот таким вот новым командам, на новых принципах структурированных. У этой команды есть цель, она быстро обменивается информацией, кто что может, кто где в чем силен, она быстро договаривается о принципах работы и начинает работать. И там проявляются лидеры, лидерство по разным компетенциям, там идет доверие. То есть, если ты крутой физик, мы тебе доверяем, чтобы ты нам обрисовал какие-то физические процессы, или чтобы ты ими руководил, или чтобы ты генерировал именно в этой теме, в области. А какой-то дизайнер крутой и программист, мы будем доверять ему, все это заложить в какой-то логаритм, прописать программу, а какой-то художник накидает. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, такие команды суперэффективны. И только из таких командов, если мы говорим про бизнес, вырастают бизнес-империи. Такая команда — это Samsung. Вот вы знаете, например, такую историю в 2000-х годах, когда Samsung после телевизора стал проигрывать, посмотрел на Nokia, посмотрел на историю Google или Apple, то руководство просто сказало всем своим тысячам сотрудников, «Ребята, у вас есть время, срок полгода, все должны принести диплом о получении образования, именно высшего образования, или образования, диплом об окончании в сфере искусства». То есть, кто хочет поет, кто хочет пляшет, кто хочет навыки инструментов, рисует что угодно, то есть танцы, что угодно. Значит, и это было сделано, все переобучились какой-то срок, и все получили такое вот арт-образование, и после этого Samsung начал лететь вперед. То есть, просто техники, или просто программисты, или просто физики решить задачу, ну, кстати говоря, это было в Сарове. Посмотрите, каких людей собрал ядерный проект в 50-е, 60-е годы, ну, 60-е, 70-е. Это были люди не просто физики, да, это люди были с разными… Харитон самого Маяковского в Питере слушал. Да, мы именно об этом говорим. То есть, эти люди были с глубоким художественным, мыслительным, эмоциональным интеллектом, который помогал абстрагироваться и решать сложнейшие физические задачи. На финальной части конкурса были такие задания? Творить, создавать, придумывать? Конечно, конечно. Тут не придерешься, вообще, сами задания, сама программа была построена удивительно интересно. Здесь нужно отдать должное нашим организаторам. Были вещи, где нужно было мастерить. Вот на полуфинале была кухня, нужно было готовить. Хотя это уже не оценивалось, но это придало какой-то такой изюминке. А по атмосфере, кстати, финал отличался от отборов? Да, финал отличался, потому что финал был сложнее. Он был и дольше. Мы приехали, тут тоже грамотно все было сделано. Мы приехали, был дождь, мы сажали аллею. Началось с этого, какие-то спортивные немножко, программа небольшая, какие-то знакомства и лекции. То есть, лекции прочитал Сергей Владимирович Киренков, лекции прочитал Герман Греф, лекции прочитал Мишустин. Вот эти все лекции, вступительные какие-то вещи дало передохнуть, немножко уйти от какого-то такого, знаете, конкурентного ощущения, что ты сейчас тут должен с кем-то бороться, с кем-то соревноваться, познакомиться. И вот на каком-то этом позитиве уже мы вошли в групповой этап, во вторую часть, где было всего 2-3 дня просто предельно жестко. По времени, по насыщенности, очень много заданий, все чередовалось, команды менялись. Когда вы узнали, кто стал победителем? Это было уже фактически в заключительный день, когда все закончилось. Нам так и сказали, что долго тянуть с выводами не будут, потому что большую работу группа оценщиков проделывала, сразу вечерами складывала результаты, и уже им было легче подвести в итоге, потому что подготовительная работа вся была сделана. И вся бальная система сводилась фактически в последний день перед отъездом в 6 часов вечера. Была торжественная церемония, ее транслировали, кстати говоря, в прямом эфире на Ютубе. И там была такая официальная церемония закрытия, вручение наград, вручение дипломов, сертификатов. В том числе за сердце лидера вручили приятную, памятную вещь. Василий, я так понимаю, у каждого участника была задача выйти со своим соцпроектом. Ваш соцпроект был посвящен возрождению городочного спорта. Да, я уже не первый год ратуюсь за пропаганду этого вида спорта. Как я говорил, это не футбол, это не хоккей, который любит все и смотрит все. Но это национальная русская исконная игра, которая развивает меткость, глазомер, в которой играли Суворов. Горький любил очень эту игру. Играл Толстой в Ясной Поляне. Городочный спорт в 60-е и 70-е годы не уступал по популярности хоккею и футболу. То есть это, наверное, был третий вид спорта по популярности в СССР. Сейчас чемпионаты возобновились, чемпионаты России проходят, проходят Кубки России, проходят разные чемпионаты и турниры в разных отраслях. Например, даже ведомственные чемпионаты. Мы знаем, что с этого года проходят городочные чемпионаты среди кадетов, среди суворовцев. Вот это все системы суворовских училищ по стране. Поэтому Минобороны активно готовят наших будущих военных, в том числе к этой игре. Потихоньку-потихоньку строятся площадки в каких-то фоках новых, где удается это продвинуть. Где-то с главой администрации удается договориться. И идет увеличение площадок, увеличение ребят, вовлеченных в эту игру. Да и просто пропаганда этой игры, они все больше и больше слышат. Поэтому хочется, чтобы наши детки, как и наши деды, как и наши прадеды, как, может быть, у кого-то отцы, вели активный, здоровый образ жизни, в том числе при помощи городков и городочного спорта. Василий, последний вопрос. Что бы вы посоветовали ребятам, которые будут принимать участие в конкурсе «Лидеры России»? Ну, в следующем году. Я посоветовал бы однозначно принять такое участие. Для чего? Во-первых, попробовать себя, свои силы. Во-вторых, вот на моем примере, показать, что это не фикция, это работающий инструмент, он реально работает, и реально можно победить. Самое-то главное, вот почему я рад, что я пошел, да, не потому что я выиграл, хотя это само по себе приятно, хорошо, но это пройденный этап, и надо идти дальше. А потому что сама подготовка к конкурсу, она приоткрыла такую степень знаний, такую глубину. То есть столько мне пришлось посмотреть разных материалов, разных материалов, ознакомиться с таким количеством информации, вспомнить какие-то свои школьные курсы, то, что уже подзабылось и ушло, и казалось бы, и не нужно. А вот глянь-ка, оказалось, нужно и пригодилось. И именно это, именно это, очень полезно для тех, кто будет принимать участие в конкурсе. То есть повышение стрессоустойчивости, проверка не только своих знаний, но и своего характера, своей психики. Это ускорение, вот ты как движок его прокачал, мозг, ускорение работы мозга. То есть ты сейчас действительно, мне сейчас не представляет труда сесть вечером и прочитать 200-300 страниц, осознать, и сделать это очень быстро. И я не устану от этого, потому что мозг настолько натренирован сейчас, и ему все время нужно какую-то новую пищу давать, он прям требует новой информации, нового объема знаний, чтобы не остывать как мотор. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с победителем конкурса «Лидеры России-2019» Василием Яицким. Василий, большое спасибо, что согласились прийти. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова